Батрак по Спартак Слушай, а правильно ли я понимаю, что вот как раз бросок в ближний угол вот в такой момент, это, наверное, даже опаснее, чем в дальний, потому что он так показал, что ты бросал там под опорную ногу на неприятной высоте. В принципе, вратарь не видел броска, как я на повторе посмотрел, ему попало, его удачно бросил на читком, так же сложно отбить, и, не знаю, это лучше вопрос к вратарям задавай. — Ладно, обязательно спросим у них позднее. Так, еще у меня вопрос про большинство, я хочу, чтобы ты рассказал болельщикам, зачем ты вот так все время высоко к синей линии поднимаешься? — Ну, наверное, это наши внутренние кухни, которые мы смотрим в видео, мы тренируем на тренировках какие-то моменты, и есть, чтобы дать время с нашим партнером, мне приходится чуть повыше подниматься, чтобы прошла пас от защитника, так что здесь это наигранный момент, и здесь ничего такого нет в этом, просто мы стараемся это делать. — Здорово, что получается и у нас, и у нашей пятерки, и у другой пятерки, получается, забивая в большинстве, потому что забивая в большинстве — это большой плюс для команды. — Слушай, а как раз насколько много, может быть, вы тренируете вот эту комбинацию, когда ты поднимаешься шайбой, начинаешь двигаться воротом, делаешь передачу себе за спину, а дальше, ну, сегодня, например, Дмитрий Вишневский на Федорова, и это смотрелось, ну, очень симпатично все. — Ну, мы тренируем, мы смотрим моменты, смотрим, как играет соперник, нам постоянно подсказывают тренера, что делать, и здесь, наверное, это такая каждодневная работа, без которой, наверное, нельзя, и я думаю, это все наработки, которые приносят свои плоды, и, надеюсь, будут в дальнейшем приносить уже. — Слушай, вот хорошее большинство команды на старте сезона, вот я так понимаю, что этим большинством вы нивелируете, может быть, где-то смазанную подготовку к сезону? — Ну, наверное, об этом, наверное, не стоит говорить, потому что у всех она, наверное, получилась смазанная, не стоит на это обращать внимание, нужно идти дальше и каждый день набирать форму, каждый день тренироваться, делать правильные вещи, потому что сезон длинный, нужно быть в форме, и здесь каждодневная работа, наверное, сейчас самая основная и самая важная. — Последний вопрос. Овертайм со стороны, ну, казалось, такой небольшой катастрофой, три выхода один на один на ворота Юлиуса, так, что не привыкли просто, но это первый овертайм, во-первых, и что, как-то непривычно, что ли, было? — Да нет, просто череда ошибок, которая привела и индивидуальных, и тактических привела к таким моментам. Юлиус, конечно, мы его немножко бросили в этом овертайме, но он, как мог, выручал, в итоге пропустили, так что это наша командная такая, можно сказать, потеря одного очка. Хотелось бы выиграть сегодня, но так получилось, будем работать. — Сергей, спасибо большое. — Спасибо.